Эволюция искусственного интеллекта. Как устроен и как работает искусственный интеллект? Как устроен и где пределы возможностей чат GPT? Какой будет следующий прорыв в ИИ? Ответы на эти и другие вопросы про искусственный интеллект в одном видео. Смотрите дайджест лучших выпусков про искусственный интеллект и GPT за 2023 год. Аристотель – первый, кто предложил смотреть на мышление как процесс, который можно описать системой символов. Именно он стал основателем логики, лежащей в основе всех точных наук. Развитие этих наук к 17 веку ставит ученых перед вопросом, можно ли описать мышление так же точно, как явление природы. В середине того же 17 века Рене Декарт в своей работе рассуждения о методе излагает идеи механистической теории, делая предположение, что все живые организмы – это сложные машины, которые следуют определенным законам, а значит, эти законы можно раскрыть. При этом он же произносит знаменитое «Я мыслю, следовательно, существую», ставит человека с его способностью мыслить в особенную и одинокую позицию относительно остального мира. Примерно тогда же английский философ Томас Гоббс пишет слова и понятия есть не что иное, как движение внутренней субстанции в мозгу, четко обозначая физическую, а значит, измеряемую природу мышления. А всего 10 лет спустя Лейбниц предлагает алфавит человеческого мышления, в своем труде искусство комбинаторики, предполагая, что сложные концепции состоят из простых составных частей, как слова из букв. Пользуясь этим алфавитом, в будущем все споры ученых, в том числе философские, будут решаться не в дебатах, а вычислениями. Лейбниц описывает и будущий язык машин, способных на эти вычисления, двоичный код, и даже создает несколько проектов вычислительных машин на перфокартах, но еще нет технических возможностей воплотить их в жизнь. Напомним, это все-таки вторая половина 17 века. Эти ученые заложили основные научные и философские вопросы, которые три века спустя будут волновать их коллег, работающих над созданием искусственного интеллекта. В начале 19 века математик Джордж Буль придумает будущий язык машин, алгебру логики, основанную на двоичной системе счисления Лейбница. Но чтобы начать свободно разговаривать с машинами на этом языке, человечеству понадобится еще столетие. Алгебра не всем дается легко, и даже в простых арифметических вычислениях человек может допускать ошибки, что очень огорчало английского математика Чарльза Беббиджа, который жил в 19 веке в самый разгар первой промышленной революции. Кстати, проверьте себя, попробуйте решить этот простейший пример за 5 секунд. Ответ пишите в комментариях. Правильный ответ мы также напишем. Но вернемся к Беббиджу. В 20-е годы он работает над вычислением больших логарифмических таблиц. Этот процесс можно разбить на совсем простые операции – сложение и вычитание, после чего их выполнят компьютеры, вычислители, как тогда называли специально обученных для этого людей. Но если механизмы на фабрике не ошибаются, не устают, работа им не надоедает, в отличие от человека, то почему бы не передать эти задачи машине, которая будет делать это в разы дешевле и эффективнее? Сейчас этот вопрос тоже актуален, и о конкуренции с ИИ и перспективах работы сегодня мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. А тогда, в 1823 году, Беббидж выступил с предложением создать разностную машину, которая для начала будет совершать только операции сложения. На это он получил государственное финансирование в размере полутора тысяч фунтов. Построить машину он планировал за три года. Прошло 19, машина так и не закончена, и правительство окончательно отказывается финансировать проект Беббиджа, на который к тому моменту уже было потрачено более 17 тысяч фунтов в государственных и около 7 тысяч личных денег математика. Он не отчаялся и решил заняться разработкой программируемой аналитической машины прообраза современного компьютера. Девять лет спустя, в 1851 году, от этой затеи тоже отказывается, но при этом полностью описывает принципы её работы и конструкцию. В своём дневнике Беббидж пишет, пройдёт, вероятно, полстолетия, прежде чем люди убедятся, что без тех средств, которые я оставлю после себя, нельзя будет обойтись. Для воплощения его идеи ещё не созрела техническая и теоретическая базы, но он был твёрдо уверен, что это лишь вопрос времени. Уже к концу 19 века Герман Холлерит изобретает электромеханический табулятор, считывающий информацию с перфокарт, описанных Беббиджем, и основывает компанию, которая в 1924 году будет переименована Вайбеем. Следующий всплеск в информационных технологиях происходит уже во время Второй мировой. В 1941 году немецкий инженер Конрад Цузе создаёт программируемую вычислительную машину Z3. Через год в Британии Алан Тьюринг использует для дешифровки немецкого шифра Enigma электромеханический вычислитель бомбы, а уже годом позже содействует инженеру Томми Флауэрсу в разработке первого полностью электронного компьютера Colossus. В 1944 на основе наработок Чарльза Беббиджа компания IBM выпускает полностью автоматическую вычислительную машину Mark I для ВМС США. Получается, британский математик ошибся в своём прогнозе всего на 30 лет. В 40-е годы слово «компьютер» постепенно перестаёт обозначать человека, занимающегося вычислениями. Теперь им называют электронные вычислительные машины – ЭВМ. Из последовательного развития логики, математики и электроники возникла молодая научная дисциплина – информатика или компьютерная наука. Теперь лучшие умы человечества занимают задачу. Можно ли создать машину, которая будет сравнима с человеком или даже быть умнее? Ален Тьюринг не только взломал код немецкой «Энигмы», но и всю жизнь занимался изучением возможностей вычислительных машин. Ещё в 1936 он предлагает концепт машины Тьюринга, которая будет не собрана под конкретную задачу, как делали вычислительную технику в то время, а будет способна реализовывать любые вычислительные алгоритмы, как наши современные компьютеры. После окончания войны, имея опыт работы с бомбой и колоссом, Тьюринг пробует создать свою вычислительную машину ACE, но через несколько лет решает не идти тернистым путём Беббиджа и оставляет затею, продолжив заниматься теоретическими основаниями компьютерной науки. В то же время в 1948 году выходит математическая теория коммуникации Клода Шеннона. По ней вся информация в мире может быть описана бинарным кодом, а значит, это возможно сделать и с элементами человеческого мышления. Ещё одним следствием из моделей машины Тьюринга было то, что если такую машину можно создать, то при достаточной вычислительной мощности её математические возможности в теории безграничны, и она может имитировать что угодно, в том числе человеческое мышление. В 1950 году Алан Тьюринг публикует свою самую цитируемую работу «Вычислительные машины и разум». В ней упомянут знаменитый тест Тьюринга. Он предлагает считать компьютерную программу, общаясь с которой человек может принять её за другого человека, способной воспроизвести человеческое мышление. В целом же статья рассматривает вопрос, может ли машина совершать действия, неотличимые от обдуманных, и на него Тьюринг отвечает утвердительно, описав полную теоретическую базу для создания такого компьютера. Мир, кажется, готов встречать разумные машины. Теорию для создания искусственных нейронов, работающих по принципу нейронов в человеческом мозге, Пиц и Маккалах описали ещё в 1943 году, а образы человекоподобных роботов-андроидов заполонили медиа уже в 30-х. Всё это будоражит умы молодых учёных, и один из них, Марвин Минский, в 51-м создаёт СНЕРК, первую машину с искусственной нейросетью. Год спустя Клод Шеннон создаёт машину Тесиус. Она может имитировать мышь в лабиринте, которая методом проб и ошибок находит из него выход. Система положительной обратной связи закрепляет правильный выбор, и в итоге машина находит самый короткий путь на волю. В том же году Кристофер Страчи пишет первую программу, которая умеет играть в шашки на любительском уровне. Сам термин «искусственный интеллект» впервые будет использован в 1956 году на Дартмутской конференции, где соберутся будущие отцы-основатели этой дисциплины. Аллен Тьюринг не доживёт до неё два года, но останется одной из главных фигур, проложивших дорогу к изучению ИИ. Летом 1956 в Дартмутском колледже проводится научный семинар по вопросам искусственного интеллекта, который определит предмет изучения новой науки и станет первой большой конференцией, на которой встретятся наиболее важные деятели этой сферы. В заявке на проведение мероприятия Джон Маккарси первый раз употребляет словосочетание «Искусственный интеллект» и определяет цели и задачи будущей науки. Понять, как научить машины использовать естественные языки, формировать абстракции и концепции, решать задачи и улучшать самих себя, то есть мыслить как человек. На этой же конференции Аллен Ньювелл и Герберт Саймон демонстрируют Logic Terrorist — первую программу, способную с помощью автоматизированного рассуждения решать математические теоремы. Её часто называют первой программой искусственного интеллекта. Работая над ней, Ньювелл и Саймон разработают язык программирования IPL, который позже станет основой для разработанного в Маккарте языка LISP. Им исследователи искусственного интеллекта будут пользоваться до начала 20-х. Последующие годы машины обучаются игре в шахматы, доказывают теоремы из геометрии и математики, учатся иностранным языкам, и все уверены, что до компьютера, который будет не глупее среднего человека, рукой подать. Герберт Саймон, например, утверждает, что в течение 20 лет машины будут способны выполнять любую работу, которую может сделать человек. Оптимизм учёных заразителен, и Управление перспективных исследовательских проектов США, ДАРПА, начинает ежегодно выделять миллионы долларов на разработки в этой сфере, а благодаря медиам машинное обучение и искусственный интеллект впервые становятся темой обсуждения широкой публики. И сначала всё идёт действительно очень хорошо. Ньювелл и Саймон разрабатывают GPS. Не спутниковый, а программу, решающую теоремы ещё лучше Logic Theorist. Однокурсник Марвина Минского Франк Розенблад создаёт определяющий пол людей на фотографиях Percepton Mark I. Джозеф Бейзельбаум пишет первую программу чат-бот Элайза. К концу 60-х появляются первые понимающие речи, говорящие программы вроде Шролду, японский робот-андроид Вебо, автономный робот Шайки, практически весь набор технических чудес, которые продолжают совершенствовать и демонстрировать публике сегодня. Чего не появляется ни к 73-му, ни к 78-му, как прогнозировал Марвин Минский, так это самостоятельно мыслящего искусственного интеллекта или программы, даже близко способные к многозадачности человека. Цикл жизни первых разработок в сфере ИИ отлично иллюстрирует историю Франка Розенблада. В 1957-м он представляет миру Perceptron, машину, которая работает по принципу искусственной нейросети, имитирующей работу мозга. Он ставит ей задачу сканировать фотографии людей и разделять их на две категории – мужчин и женщин. И она не всегда успешна, но делает это. Через год Нью-Йорк Таймс называет Perceptron эмбрионом разумного компьютера, и это сильно преувеличивает реальные возможности нейросети. Ей не хватает для полноценной работы ни вычислительной мощности, ни достаточной выборки информации для тренировки, и в обозримом будущем их и не предвидится. Развитие и обучение нейросетей долгие годы стагнирует, а после выхода в 1969-м книге Минского «Перceptronы», которая указывает на непреодолимые, на тот момент ограничения нейросетей распознающих паттерны, многие исследователи отворачиваются от этого направления почти на десятилетие, и Perceptron Rosenblatt'а со схожими разработками откладывают в долгий ящик, вместе с финансированием всего направления. Схожую судьбу разделит и первый в мире чат-бот Элайза, программу представляют публики в 1966-м, и сама идея, что можно общаться с компьютером человеческим языком, и он будет отвечать, кажется чем-то фантастическим. Но за ажиотажем следует разочарование. Программа делает только первые шаги и не ведет беседу, а просто реагирует на слова, следуя алгоритму. Видя, насколько ожидания не совпадают с реальностью, создатель Джозеф Бейзенбаум пишет книгу «Компьютерная мощь» и «Человеческий разум», объясняя реальные пределы возможностей компьютеров, а ожидания человеческого поведения от программы с тех пор так и называют «Эффект Элайзы». Период с 1956 по 1974 годы считается «золотым веком» или «летом ИИ», потому что первые результаты были ошеломляющими, но с ними пришли и первые разочарования с пониманием реальных ограничений. К концу 70-х теория наталкивается на противоречия, которые требуют долгой и кропотливой работы, без возможности предсказать, когда она даст результат. Одно из них – парадокс Морадека. Компьютеры относительно несложно обучить условно взрослым вещам, играть в шахматы или решать задачи, но очень трудно учить тому, что легко делают маленькие дети – ходить или читать, потому что мы сами точно не знаем, как этому учимся, а чтобы начать понимать, потребуются годы и десятилетия исследований, и финансирование, с которым тоже начинаются проблемы. Государственные фонды в 60-х дали ученым полную свободу в исследованиях, но теперь, не видя перспективы, получить практически применимые образцы в ближайшее время, DARPA начинает вкладывать деньги в другие сферы – космос, культуру, гонку вооружений и прочие проекты с компьютерами, например, ARPANET – дедушку современного интернета. С другой стороны, компьютеры и искусственный интеллект все еще остаются большей частью темы ученых, университетов и государства, так что частные инвесторы тоже не спешат вкладывать свои деньги. Коммерческий век компьютера начнется позже – в 80-х. Без видимых прорывов интерес медиа к сфере искусственного интеллекта утихает, а с ним и у широкой публики, которая с этим закрытым миром почти не соприкасается. И, наконец, главным ограничением выступает железо – сами компьютеры, которые занимают несколько комнат и имеют смехотворную по сегодняшним меркам производительность. Один из самых мощных суперкомпьютеров – Cray 1 в 75-м – имеет 8 мегабайт оперативной и 303 мегабайта жесткой памяти при весе почти в 6 тонн и стоимости 40 миллионов долларов. Зима ИИ длится до середины 80-х, пока в свет не вышла статья Хинтона и Румельхарта о методе обратного распространения ошибки, который решал многие проблемы оригинального перцептрона, заметно оптимизируя его работу, и после этого интерес к теме нейросети и машинного обучения начинает возвращаться. Ян Ликун в будущем станет автором алгоритма сжатия DJVU и возглавит лабораторию искусственного интеллекта Facebook, в 87-м создает LENET-1 – нейросеть, способная распознавать рукописные изображения цифр, которая, несмотря на достаточно узкое применение, нашла свою нишу. К концу 90-х каждый пятый чек в Америке считывала именно эта программа. Происходят и другие прорывы, обусловленные как увеличением вычислительных мощностей и началом эры персональных компьютеров, так и возвращением интереса государства и армии к системам искусственного интеллекта. В 1986-м на дорогу выходит первый автомобильный автопилот Nevlab-1, скромный успех которого – фургон, обвешанный датчиками, утром медленно прокатился по окрестностям Питтсбурга – пробуждает интерес к автономным машинам. С тех пор начались фундаментальные исследования, которые в будущем приведут к Тесле и беспилотным летательным аппаратам, а деньги в системы ИИ станут вкладывать совсем не бедные автоконцерны. Наконец, в 1988-м Deep Thought станет первым компьютером, победившим шахматного гроссмейстера Бента Ларсена. Правда, уже год спустя его без проблем обыграет Гарри Каспаров и заявит, что компьютер никогда не обыграет человека в шахматы. Семистов компьютеров Deep с этим не согласится, и в 1997-м Deep Blue отомстит за предшественника, разгромив чемпиона мира в матче из шести партий. Заметный прогресс в узкоспециализированных программах пробуждает интерес коммерческих структур к этой сфере. Дело в том, что у бизнеса в 80-е растет объем данных, а логистики, инвентаре, инструкциях, покупателях и старые системы работы с ними уже не справляются. Так появляется идея заменить людей, специалистов машинными аналогами. Идея-то, кстати, не нова. Впервые она была предложена еще пионером русской кибернетики Семеном Корсаковым в 1832-м, разработавшим концепт механической машины. Она должна была помогать фармацевтам подбирать нужные рецепты. Но 80-е и 20-го века требовали современных цифровых решений, и так начинается всплеск «экспертных систем» в кавычках. Многие топ-менеджеры корпорации используют это название, чтобы выбивать финансирование под свои нужды, а многие ИИ-компании рады за большие деньги создавать не самые нужные и эффективные, но очень сложно выглядящие цифровые справочники, далекие от проявлений разума, так что все это очень скоро приведет к одному из первых пузырей в IT-индустрии. Конечно, пузырь вокруг экспертных систем зарождается не на пустом месте. Сначала под этим названием создаются действительно полезные образцы вроде X-Con — система подбора совместимых компонентов для компьютерной техники. Ее начинают использовать на заводе техники DEC, и уже к 86-му году она обработает 80 тысяч заказов с точностью до 98%, экономя компанией около 25 миллионов долларов за счет снижения ошибок в комплектации товаров, а значит, необходимости платить за это заказчикам. Проблема заключается в том, что на один X-Con приходится слишком много, в лучшем случае наивных мечтателей, а обычно откровенных проходимцев, скачивших в поезд хайпа, который уже не может всех удержать. В дополнение к этому, в 87-м новые компьютеры от Apple и IBM оказываются просто физически мощнее и быстрее громоздких экспертных систем. В итоге, к концу 1993 года в полумиллиардной индустрии разоряется более 300 компаний, а само словосочетание «экспертная система» с тех пор стараются особо не использовать. Сами системы при этом никуда не делись, просто стали одним из привычных инструментов, развиваясь и по сей день. Но они подорвали репутацию ИИ и отпугнули от сферы инвестиции, что привело ко второй так называемой «зиме» искусственного интеллекта. К концу 90-х идея общего ИИ уходит в тень, зато начинают активно развиваться более специализированные направления. Успехи в решении конкретных задач привлекают и государственное, и частное финансирование. Вычислительные мощности растут с каждым годом, позволяя решать все более сложные задачи. С другой стороны, исследования теперь ведутся максимально закрыто, в сфере ИИ теперь появляются не только государственные, но и коммерческие тайны. Впрочем, междисциплинарное общение ученых продолжается, теоретическая база растет, но крахом экспертных систем подпорчена репутация самого термина «искусственный интеллект». Теперь его связывают с завышенными ожиданиями и размытыми обещаниями. До 2010-х годов термином стараются не пользоваться, вместо этого называя конкретные сферы, которые успели стать отдельными направлениями исследований. Например, нейросети и машинное обучение, которыми тот же Джеффри Хинтон продолжает заниматься с 80-х, не обращая внимания на циклы хайпа. Как заметил философ Ник Бокстрем, многие передовые разработки в области искусственного интеллекта перекочевали в общие приложения, часто уже не называясь ИИ, поскольку как только что-то становится достаточно полезным и распространенным, его тут же перестают так называть. На переднем крае прогресса и интереса инвестора в этот период стоят другие технологии. Интернет, поисковые системы, мобильная связь, робототехника и большие данные, они и находятся на слуху. Но это не означает, что сфера не развивается. Наработки ученых используют NASA, DARPA, большими корпорациями вроде Microsoft, Apple, Google и IBM. Элементы искусственного интеллекта применяются в создании ботов, поисковиков, входят в сферу маркетинга, помогают с подстройкой индивидуальных рекомендаций. Машинное зрение развивается в роботах-пылесосах и все более продвинутых автономных автомобилях. Важнейшим фактором в новейшей истории искусственного интеллекта становится доступность огромного и постоянно растущего объема данных. Человек не может объять такие массивы информации, помочь отобрать ее и очистить от шума могут только нейросети. Команда Алекса Крижевского, научным руководителем которого был никто иной, как Джеффри Хинтон 30 сентября 2012 запускает нейросеть для распознавания фотографий в базе данных ImageNet. Ее название AlexNet, и она переворачивает представление о возможностях компьютерного зрения, правильно определяя каждую четвертую фотографию, то есть выдавая невероятный по меркам 2012 года результат. Точность распознавания 75%. Это открывает тысячи новых применений для машинного зрения и обучения, а всего через 7 лет AlexNet достигает результатов 95% выше среднего человека. Но настоящим поворотным моментом для триумфального возвращения искусственного интеллекта становится еще одна победная партия против чемпиона мира. На этот раз уже не в шахматы, а Го. В этой игре гораздо больше свободы и вариантов стратегии, а все ходы посчитать сложнее, чем в шахматах. Простого алгоритма с возможными партиями здесь не хватит. Но AlphaGo не просто заучивает дебюты, нейросеть изучает все книги по стратегии игры, все ходы профессионала в онлайновых матчах, играет сама с собой, вырабатывая новые стратегии, и в итоге побеждает чемпиона миров, как считалось, недостижимой для компьютера игре. Прорыв произошел, обученная нейросеть превзошла человека там, где он этого совсем не ожидал. Сегодня нейросети превосходят человека во многих сферах, а многие исследователи и разработчики начинают все увереннее говорить об общем искусственном интеллекте. Одновременно прорыва в ИИ ждет робототехника, уже подготавливая к нему аппаратную часть для универсальных роботов. Но когда наступит этот поворотный момент в истории человечества? Чат GPT произвела настоящую революцию в ИИ и стала самой стремительно развивающейся технологией нашего времени. И это при том, что ее существование мир узнал чуть более года назад. Хотя первая и даже вторая модель GPT появились гораздо раньше, в 2018 году, лишь в ноябре 22-го нейросеть обрела достаточную мощь, чтобы с места взлететь на волне хайпа в стратосферу быстрее, чем звездолет Илона Маска. С тех пор чуть ли не каждый день эта технология меняет мир в лучшую или худшую сторону. Чтобы разобраться, чего в итоге больше, вспомним хронологию чат GPT за прошедшие 12 месяцев. 30 ноября 2022 года. OpenAI представляет чат GPT – большую языковую модель, способную общаться с пользователем почти как человек. Убедительность общения с нейросетью была настолько революционной, что чат GPT стал самым быстро растущим пользовательским приложением в истории. Декабрь 22-го. Отзывы от чат GPT варьируются от самой революционной технологии века до начала конца человечества. Массовое использование GPT для выполнения домашних заданий, написания научных статей и даже самолечение вызывает шквал критики из-за склонности нейросети к галлюцинациям и созданию дипфейков. Сэм Альтман соглашается с критикой и заявляет, что чат GPT невероятно ограничен, но в некоторых вещах достаточно хорош, чтобы создать обманчивое впечатление величия. Ошибочно полагаться на него в чём-то важном прямо сейчас – это предпросмотр прогресса. Нам предстоит много работы над надёжностью и правдивостью. Январь 2023 года топовые конференции по искусственному интеллекту запрещают использовать чат GPT в присылаемых статьях. Начинаются глобальные дебаты о том, как использовать GPT на предприятиях, в организациях и учреждениях, чтобы не стать жертвой дипфейка или не получить иск за плагиат. Февраль 2023 года. Google инвестирует 300 миллионов долларов в Anthropic, компанию-конкурента OpenAI, основанную выходцем оттуда же. Начинается большая гонка за лидерство в сфере генеративного искусственного интеллекта. Март 2023 года. OpenAI неожиданно анонсирует долгожданную модель GPT-4, которую называют самой продвинутой системой, обеспечивающей более безопасные и полезные ответы. GPT-4 усовершенствовал базовую технологию чат GPT, позволив программному обеспечению чата решать более сложные проблемы с большей точностью, благодаря более широким общим познаниям. Также добавляются и новые возможности, такие как прием изображений в качестве входных данных и создание подписей, классификации и анализа. GPT-4 также был способен писать код для сайтов и приложений по рисунку и обрабатывать длинные тексты. Кстати, интересный факт, а также тенденция в мире ИИ. Если документы GPT-1, 2, 3 и Instruct GPT раскрывали конкретную архитектуру и детали обучения моделей, то архитектуру, обучение и количество параметров GPT-4 никто не знает. С началом почти отчаянной гонки в мире ИИ всё меньше компаний раскрывают данные о своих нейросетях, относя их к коммерческой тайне. И это при том, что политики и общественники, особенно в Евросоюзе, настаивают, чтобы компании раскрывали все секреты своих технологий в целях объяснимости и предсказуемости результатов. Апрель 2023 года гендиректор OpenAI Сэм Альтман отправляется в почти всемирный тур популяризации чат GPT, во время которого также пытается сбавить накал критики и паники вызванной технологии. Одновременно Илон Маск, Стив Возник и другие представители технокомпаний, исследователи и активисты подписывают открытое письмо, где призывают остановить дальнейшую разработку ИИ минимум на полгода, чтобы разработать механизмы безопасности для человечества. Одновременно Италия становится первой страной, объявившей о запрете чат GPT из соображений конфиденциальности данных. Май 2023 года OpenAI выпускает плагины чат GPT для подписчиков, плюс расширяя возможности и продолжая привлекать пользователей по всему миру. Июнь 2023 года гонка ИИ накаляется. Google Brain и DeepMind, объединившиеся для ускорения разработки своего аналога чат GPT в Google DeepMind, наращивают усилия и анонсируют разработку убийцы GPT и нейросети Gemini. Генеральный директор DeepMind Демис Хасабис заявляет, что компания будет использовать методы, которые помогли AlphaGo победить чемпиона мира по Go в 2016 году, что даст ей новые возможности планирования и решения проблем. Июль 2023. Пользователь утверждает, прямо как сейчас, что GPT-4 внезапно стал ленивее и глупее. Разработчики отвергают претензии и заявляют, что проблема в самих пользователях, а не в технологии. То ли ожидания выросли, то ли из-за более активного использования стали виднее недочеты нейросети, то ли она поглупела из-за издевательств пользователей, часть которых активно соревновалась, кто лучше собьет GPT с толку, убедив, например, что дважды два будет пять. Одновременно на OpenAI начинают сыпаться иски о нарушении авторских прав при обучении GPT. Также компании пришлось отключить в чат GPT Plus поиск в интернете через Bing, так как нейросеть легко давала пользователям свободный доступ к платному контенту сайтов. Август 2023. OpenAI запускает чат GPT для предприятий, причем выступая здесь не лидером гонки, а догоняющим, так как другие стартапы, нацеленные на корпоративную аудиторию, уже запустили свои продукты. Например, Cohear предлагает бизнесу разработку индивидуальных больших языковых моделей. Enthropic сотрудничала со Scale.ai для разработки продуктов, ориентированных на предприятие и так далее. В то же время годовая выручка OpenAI приближается к отметке в миллиард долларов. Сентябрь 2023. OpenAI предоставляет чат GPT доступ ко всему интернету, снимая тем самым его ограниченность в знании новостей. Одновременно компания признает, что никто, ни люди, ни директора компании, ни созданные ими или другими компаниями инструменты, не способны отличить контент, созданный чат GPT, от того, который создали люди. А Джордж Мартин присоединяется к длинному списку авторов, подавших иски к OpenAI за нарушение авторских прав. В то же время Alibaba открывает для всех желающих ИИ-модель Тонги Чанвен, свой аналог чат GPT. Октябрь 2023 года. OpenAI добавляет генератор изображений Далей-3 для пользователей подписки чат GPT Plus и чат GPT. В своем блоге на сайте компания пишет. По сравнению со своим предшественником, Далей-3 генерирует изображения, которые не только более визуально яркие, но и более точные в деталях. Далей-3 может надежно отображать сложные детали, включая текст, руки и лица. Кроме того, она особенно хорошо реагирует на обширные и подробные запросы и может поддерживать как альбомное, так и портретное соотношение сторон. Ноябрь 23-го. Канун годовщины чат GPT не предвещал бури. Даже то, что стартап XAI Илона Маска представил собственную нейросеть Grog, не взволновало кого-либо в OpenAI. Более того, Сэм Альтман провел конференцию OpenAI Dev Day, где представил GPT-4 Turbo, мультимодальные возможности, API-помощников и многое другое. При этом аудитория чат GPT достигла 100 миллионов активных пользователей в неделю. И тут грянул гром. Сначала появилось странное. 13 ноября издание VentureBit опубликовало историю. В ней рассказывалось о том, что 6 директоров некоммерческой организации OpenAI будут определять, когда компания достигнет общего искусственного интеллекта AGI, превосходящего человеческий. И если правление решит, что точка невозврата пройдена, такая система будет исключена из лицензии на интеллектуальную собственность и другие коммерческие условия с Microsoft, который применяется только к технологии до AGI. Ну, статья и статья, AGI на горизонте не видно, жизнь идёт своим чередом. Внезапно, 17 ноября, OpenAI увольняет гендиректора Сэма Альтмана и начинается жуткая драма, о которой мы подробно рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. Альтман в итоге вернулся, а мы все поняли, насколько важной частью нашего мира стал чат GPT. Несмотря на то, что технология подставила пару юристов, пытающихся сэкономить своё время, получивших фейковые цитаты и недостоверные сведения для своих дел. На то, что GPT активно используют для создания мошеннических сайтов, аккаунтов на сайтах знакомств, ботов и шпионов. На то, что нейросеть помогла тиктокеру пройти собеседование в американскую военно-промышленную компанию Lockheed Martin. Многие уже не представляют жизни работы без GPT и с нетерпением ждут пятое поколение модели. Билл Гейтс заявил, что она не будет сенсационной, но признал, что может ошибаться. От Сэма Альтмана известно, что разработчики компании обучают GPT-5 не только на открытой информации и комбинациях общедоступных наборов данных в интернете, но и на внутренних базах данных многих крупных IT-компаний, которые сотрудничают с OpenAI. Ожидается, что GPT-5 будет гораздо продвинутее GPT-4. Причём глава OpenAI не берётся предсказать, на что будет способна новая нейросеть, ранее пообещав, что создаст ИИ, который не уступает человеку в общении и мысленном анализе. Альтман считает, что GPT-5 будет намного сложнее, чем GPT-4, и разработчики OpenAI ожидают появления новых возможностей и навыков у этой нейросети. Пока они лишь пытаются прогнозировать её способности, чтобы учесть риски, но на данном этапе это, цитируем, игра в угадайку. Но опасаться появления у GPT-5 собственного сознания пока не стоит. При этом компания уже зарегистрировала торговые знаки GPT-6 и GPT-7, а значит, у разработчиков ещё есть идеи, как улучшать свою модель далее, либо они просто страхуются от конкурентов. Узнать это можно будет только со временем, так что подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе. Идём дальше. Что означает чат GPT для робототехники? Поможет ли модель революционизировать эту область и создать роботов, таких же умных, как лучшие примеры из научной фантастики? Давайте разберёмся. Во-первых, технология обработки естественного языка однозначно может улучшить обучение роботов за счёт синтезирования большого количества обучающих данных, структурирования и анализа этих данных, а также передачу опыта от одного робота к другому. Во-вторых, GPT может вывести на новый уровень взаимодействия с роботами. И это не просто про поболтать с Омека, речь о более серьёзных и полезных вещах. Вместо того, чтобы отдавать определённые команды уже запрограммированные или программировать новые, можно просто сказать роботу, что вы хотите, и он переработает эту информацию в понятную доступную для себя инструкцию к действию. Например, Uni3 внедрили чат GPT в свою робособаку компаньона GoOne. И она теперь лучше реагирует на речь хозяина и даже может писать для себя простой код для новых действий, соответствующих его воле. Более сложный проект прорабатывают Google Research и Everyday Robots. В нём инженеры обозначают роботу бытовую проблему, а он должен её буквально обдумать и понять, как решить. Например, человек говорит, что он голоден или что на столе грязь. Всё, дальше робот думает сам, что он может сделать с этой проблемой. При этом робот в проекте Palm Say Can выбирал правильную последовательность действий в 84% случаев и успешно выполнял их в 74%. Это смелое решение, так как оно позволяет роботу самому выбирать, как действовать. В то время как подавляющее большинство роботов сегодня работают в контролируемой или частично контролируемой среде, где для всех команд есть более-менее чёткая инструкция к действию. И в данном случае ключевая проблема в том, что инструкция просто безопаснее, когда робот находится в человеческой среде. Проблема ли это технологии или наших страхов? Думается, что пока мы полностью не сможем доверять чат GPT, всё ещё склонные к галлюцинациям и дипфейкам, внедрять роботов с ними в жизнь не получится. Так или иначе, мы вступаем в новую эру развития искусственного интеллекта, и что несёт нам это неизведанное будущее во многом зависит от нас. Как думаете, какие изменения принесёт развитие ИИ, конкретно GPT, в ближайшее время? И что ждать от GPT-5? Искусственный интеллект является самой важной технологией настоящего и будущего. Игнорировать его сегодня всё равно, что не замечать пожар в комнате. Недавно Stanford выпустил AI Index Report 2023, где проанализировал текущее состояние индустрии искусственного интеллекта. Самое интересное, в 2022-м искусственный интеллект получил 100 миллиардов долларов инвестиций и реально ускорил научный прогресс в разных областях. В бизнесе ИИ уже внедрили в работу порядка 60% компаний, что ускорило их развитие и повысило конкурентноспособность. Как следствие, спецы по искусственному интеллекту сегодня нужны всем во всех секторах экономики. При этом за последние 10 лет случаи неэтичного использования ИИ выросли минимум в 25 раз. В реальности технологии распространяются повсеместно. ИИ сегодня есть и в поисковике браузера, которым вы пользуетесь и в вашем телефоне, умной колонке, гаджетах умного дома, системах распознавания лиц уличных камер, гаджетах, отслеживающих здоровье, обучающих приложениях и играх, системах, активной помощи водителю, беспилотниках и так далее. Почти что до бесконечности. Но начнем сначала. Что такое искусственный интеллект? Это широкая область наук и технологий, которые занимаются автоматизацией решений интеллектуальных задач. Машина при этом имитирует поведение человека и обучается на полученной информации. Существует множество методов обучения искусственного интеллекта. Основными являются занятия с учителем и без него. Обучение с учителем – это когда и нейросеть, как эталон получает размеченные человеком данные и далее старается воспроизвести его решения. Сюда относится и обучение с подкреплением, которое часто применяется для обучения роботов. Второй метод – обучение без учителя. Он предполагает обучение нейросетей на неразмеченных человеком данных. Между этими крайностями есть множество подвидов обучения. Например, популярный сегодня метод самообучения, когда ИИ получает данные, неразмеченные, но имеющие определенную структуру. Например, текст. В связанном тексте последовательность букв и слов не случайна, что дает возможность большой модели искусственного интеллекта выявить определенные закономерности и научиться предсказывать следующие буквы или слова. То же самое касается картинок и кода. В узких задачах, таких как отдельные игры, манипуляции, распознавание рентгеновских снимков, ИИ превозошел нас давно и безнадежно. Но это все время был узкий искусственный интеллект, который не способен выполнять никакие задачи, кроме тех, которым его обучили. Поэтому и бояться его не стоило. Однако в последнее время все меняется. Об этом чуть позже. Сначала рассмотрим в общих чертах, как работает искусственный интеллект и чем он отличается от нашего мозга. По сути, ИИ просто производит вычисление гигантского уравнения с множеством переменных. Алгоритмы искусственного интеллекта обычно основаны на математических моделях и вычислительных структурах, таких как искусственные нейросети, деревья решений или алгоритмы обучения с подкреплением. Живой мозг, с другой стороны, состоит из сложной сети биологических нейронов, связанных между собой синапсами и обменивающихся электрохимическими сигналами. В среднем в мозге человека 85 миллиардов нейронов и до квадриллиона синапсов. Это чрезвычайно мощная и энергоэффективная вычислительная система. Сопоставимых с мозгом интегральных схем нет и в ближайшие годы не предвидится. Плюс у нашего мозга есть еще одно преимущество – универсальность. Мы можем решать множество разнообразных задач, легко адаптируемся к изменяющимся условиям и подключаем к решению свой эмоциональный интеллект, когда это необходимо. Но и прогресс в области искусственного интеллекта не стоит на месте. Сегодня активно предпринимаются шаги в сторону создания общего искусственного интеллекта. К ним, в частности, относятся создания Foundation Models. Они представляют собой набор типовых архитектур нейронных сетей, обученных на огромных массивах данных. Такие модели можно адаптировать к широкому кругу конкретных задач, для которых изначально они не создавались. Описание же задачи происходит через демонстрацию примеров. К такого рода моделям и относится большая языковая модель GPT. В чем конкретно ее суперсила? Почему именно она вызвала панику у множества людей и насколько реально то, что она может развиться в общий искусственный интеллект? Об этом, а также о реальных угрозах для человечества мы спросили у специалиста по искусственному интеллекту и машинному обучению Сергея Маркова. Дело в том, что если вы обучили модель продолжать текст осмысленным образом, то потенциально она сможет решить любую интеллектуальную задачу, которую можно представить как продолжение некоего текста. Вот почему говорят о том, что фундаментальные модели, подобные GPT, движутся в сторону человеческого интеллекта. Однако те модели, которые создают специалисты по машинному обучению, в наши дни пока еще далеки от такой степени универсальности. Тем не менее, прогресс в разработке таких моделей в последние годы оказался столь впечатляющим, что многие исследователи стали рассматривать их в качестве серьезного движения в сторону общего искусственного интеллекта. Но если до общего ИИ еще далеко, откуда тогда паника? По мнению Сергея, вся эта шумиха искусственная и вызвана необходимостью, а вернее задачами венчурной экономики, в которой ценностью часто является нереальное положение дел, а ожидание людей и их вера в будущий успех какого-либо проекта. Появление чат GPT стало важным информационным событием, привлекшим много внимания, и теперь этим пытаются воспользоваться некоторые медийные личности для достижения собственных целей, распространения тех или иных идей, накопления социального капитала и тому подобное. Чем же на самом деле опасен чат GPT в текущей и будущей версиях? Сергей Марков выделяет следующие реальные риски. Риски технологической безработицы в связи с заменой людей в различных видах работ. Риски алгоритмической предвзятости, то есть наличие у моделей тех или иных предрассудков, что в случае массового применения моделей может создать проблемы для различных групп людей. Риски чрезмерного доверия моделям, когда люди будут полагаться на в действительности неточные советы моделей, в результате чего будет нанесен вред здоровью людей, финансовому благополучию и так далее. Риски, связанные с недобросовестным использованием моделей, например, применение их для мошеннических спам-рассылок. Риски распространения недостоверных сведений при массовом использовании генеративных моделей для создания медиа-контента. Как видите, захвата мира и уничтожение человечества пока не просматривается. А что в будущем? Где предел возможностей GPT? Сергей рассказал нам, что на сегодня у фундаментальных моделей искусственного интеллекта, подобных чат GPT, есть целый ряд ограничений. Например, потребность в значительных вычислительных ресурсах. Еще одна проблема — ограничение по длине контекста. Таким моделям трудно обработать объемный текст, а значит, они могут выдать хороший короткий рассказ, но не способны написать роман. Следующее ограничение — конечное количество шагов рассуждения, что мешает моделям выполнять многие нехитрые алгоритмы, например, арифметические действия с большими числами или сортировка больших списков. Также надо учитывать, что без дообучения знания таких моделей устаревают, а еще не могут ошибаться в фактах, откровенно фантазировать и заучивать многократно воспроизведенные в обучающих выборках клише. Как видите, до SkyNet чат GPT еще далековато. Но сможет ли она стать SkyNet в будущем? До каких пределов можно развить GPT и модели такого типа? По словам Сергея Маркова, сегодня один из трендов развития генеративных сетей — создание мультимодальных моделей. Мультимодальность — это способность работать с разными модальностями информации — визуальной, звуковой и так далее, а также многозадачность и многоязычность. Четвертым измерением здесь может стать multi-embodiment — дословно множественное воплощение, то есть возможность применения модели для управления самыми разными агентами в виртуальном или физическом мирах. Также существует тренд в направлении увеличения размера моделей и роста общего уровня их так называемого интеллекта. К чему это в итоге приведет? Сегодня этого никто не знает. Развитие искусственного интеллекта имеет далеко идущие последствия для людей, и одно из самых обсуждаемых из них — возможность симбиоза человека и ИИ посредством нейрочипов либо других технологий. Возможно ли это, спросите вы? Вполне. И отчасти это уже происходит. Так, например, существуют протезы с искусственным интеллектом. Российская компания Моторика разработала новые датчики, которые точно передают движение каждой мышцы и сухожилия в систему принятия решения на основе искусственного интеллекта. Последнее заводит микродвигатели каждого пальца киберпротеза, позволяя выполнять точные манипуляции. Нейрочипы и другие интерфейсы мозг-компьютер уже позволяют управлять компьютерами и роботами силой мысли. Об этом мы подробно скоро расскажем в отдельном видео. Что ждать в будущем, когда нейрочип Илона Маска или его конкурентов действительно позволит объединить мозг с силой искусственного интеллекта? Во-первых, это расширит наши когнитивные возможности. Искусственный интеллект усилит мозг, дав ему прямой онлайн доступ к огромным объемам информации, анализу данных в режиме реального времени и поддержке принятия решений, позволяя людям и делать более осознанный выбор, и мыслить более эффективно. Во-вторых, мы определенно станем жить дольше, если ИИ сможет постоянно мониторить состояние нашего здоровья и на ранних стадиях диагностировать заболевания. Также искусственный интеллект сможет отслеживать и гасить аномальные активности мозга, поддерживать психическое здоровье, определять стресс, депрессию и, возможно, помогать с ними справляться. В-третьих, искусственный интеллект сможет создавать персонализированные учебные процессы с учетом индивидуальных потребностей, что позволяет повысить эффективность обучения и развитие навыков. Это могло бы помочь людям адаптироваться к новым требованиям работы и поддерживать обучение на протяжении всей жизни. В-четвертых, ИИ поможет восстанавливать не только движение парализованным людям, но и такие функции, как зрение, слух или речь. И, наконец, искусственный интеллект может выступать в качестве творческого партнера, предлагая идеи, вдохновляя и даже создавая контент в таких областях, как музыка, искусство, литература, позволяя людям исследовать новые творческие возможности. Не станем ли мы пленниками искусственного интеллекта, как опасается Юль Харай? На сегодня у ИИ нет самосознания, собственной воли и злых намерений в отношении человека. Однако обученная модель искусственного интеллекта может повторять ошибки учителя, а также его предвзятость. Что касается восстания роботов или интеллектуального прорыва, при котором ИИ резко станет умнее нас, это крайне маловероятные сценарии, в которых серьезные эксперты не верят. На сегодня шансы уничтожить человечество гораздо выше у самого человека. Так же, как и вероятность ошибки при принятии многих решений. В этом плане искусственный интеллект может как раз повысить беспристрастность и безопасность многих систем. Поэтому его запрет на самом деле человечеству не выгоден. В конечном итоге на сегодня опасность представляет не сам искусственный интеллект, а то, как его используют люди. Это как молоток в вашей руке. Сделаете ли вы с его помощью скворечник или нанесете кому-то вред? Зависит полностью от вас. Но это же не повод запрещать молотки. Поэтому то, что необходимо сегодня, это не запрет GPT, а разработка норм и правил обучения и использования искусственного интеллекта. Согласны? Здравствуйте, с вами команда про роботов. И у нас сегодня в гостях Сергей Марков, специалист машинного обучения и искусственного интеллекта, создатель портала 22 век. Какие вообще методы обучения искусственного интеллекта на данный момент существуют? Наверное, самыми основными парадигмами является так называемое обучение с учителем. То есть, когда у нас есть некоторые наборы талонных примеров, которые используются в качестве образцов для системы машинного обучения, и машинное обучение, по сути дела, стремится научиться воспроизводить те решения, которые принимал условный учитель, то есть человек, который размечал те данные, которые используются для обучения. Ну и на другом полюсе машинного обучения находятся подходы, которые называются обучение, соответственно, без учителя. И обучение без учителя – это использование каких-то неразмеченных данных. Здесь речь идет о решении различных задач, похожих к пластеризации и так далее. Ну и, скажем так, между этими двумя полюсами существует несколько других методов, особенно популярных в последние годы. И один из них – это метод, который называется самообучением, то есть self-supervised learning. И self-supervised learning – это использование, скажем так, внутренней структуры данных вместо какой-то сознательной разметки. То есть если, скажем, мы возьмем и накачаем из интернета терабайты текстов и будем учить модельку предсказывать продолжение текста. То есть мы вроде бы при этом не используем разметку, то есть здесь нет какого-то человека, который специальным образом эти данные предобработал для того, чтобы их подавать в машину. Но сама по себе природа текста такова, что это не случайная последовательность символов, последовательность упорядоченная. То есть вероятность появления следующего слова в тексте зависит от предыдущих слов. И вот используя вот эту структуру данных в качестве такой псевдоразметки, мы на самом деле можем обучать большие модели машинного обучения. И что особенно приятно, такой подход позволяет не тратить больших денег на разметку данных, потому что текстов, картинок и так далее довольно много человечество создало, оцифровало и выложило в открытый доступ. И вот именно этот подход, Sales Supervised Learning, он лег в основу целого ряда так называемых фундаментальных моделей, расцвет которых начинается в 2017 году с появлением архитектуры трансформер. Трансформер – это такой, скажем так, строительный кирпичик больших современных нейронных сетей, прелесть которого заключается в том, что он позволяет эффективно использовать параллельные вычисления в обучении нейронных сетей и, соответственно, позволяет обучать действительно большие нейронные сети на порядке, происходящей по размерам те, которые мы использовали в начале 2010-х годов. Ну и, соответственно, если говорить о таких популярных моделях GPT-3, DALI, Imagen, T5 и так далее, вот это все представители вот этого семейства фундаментальных моделей, которые предобучаются на больших объемах данных, собранных в сети, но иногда еще на данных мышленной автоматизации, еще на каких-то массивах данных. И затем вот эта обученная модель, она, во-первых, сама способна решать широкий спектр интеллектуальных задач, используется либо непосредственно для решения каких-то задач, либо в составе ансамблей с другими моделями, либо дообучается под уже такую даунстрим-задачу, конечную задачу. Ну и вот благодаря тем знаниям, тем представлениям, которые модель выучила на этапе предобучения, она более эффективно может решать вот эти самые даунстрим-задачи и обучаться им на меньшем числе данных, обеспечивать лучшее качество, ну и так далее. Если мы говорим об обучении с подкреплением, то здесь очевидное преимущество – это то, что вы контролируете хорошо те данные, на которых обучается ваша модель, поскольку их разметкой занимаются люди. И процессы разметки, они обычно, собственно говоря, не направлены на то, чтобы создать эталонные наборы данных, которые действительно не содержат ошибок, не содержат каких-то не устраивающих нас артефактов. То есть, например, если речь идет о текстах, о диалогах для диалоговых моделей подобных ламбда, то прелесть подхода с обучением с учителем заключается в том, что просто-напросто ваш диалоговый корпус, поскольку он проходит через людей, точно не попадет никакой чепухи, каких-то, не знаю, неэтичных высказываний, высказываний, цензурной брани и так далее, и так далее. Это, на самом деле, очень большой пласт, скажем так, современной науки об искусственном интеллекте. И первый вопрос, наверное, который здесь нужно задать, прежде чем давать ответ на вопрос, а что мы понимаем под пониманием? Понимаем ли мы, например, действия других людей? Или понимаем ли мы свои действия иной раз? Вот мне очень нравится пример с чемпионом мира по шахматам Михаилом Моисеевичем Ботвинником, который посвятил практически всю свою жизнь созданию шахматной программы «Пионер», которая должна была играть по тем лекалам, по тем же принципам, по которым играет человек. И вот он, будучи гроссмейстером, в общем-то, всю свою жизнь пытался с командой весьма талантливых программистов реализовать те принципы, которые он, как он считал, лежат в основе его шахматной игры. Ну и в конечном счете он потерпел фиаско. То есть оказалось, что люди еще очень часто заблуждаются по поводу того, как именно на основе чего они принимают те или иные решения. Наверное, можно условно договориться о том, что понимание – это какая-то наша способность передать человеку те знания, которые использует модель для того, чтобы человек теми же знаниями пользовался для принятия тех или иных решений. У нас есть некоторый такой объем нашей памяти, наших представлений, которые способны вместить какую-то сравнительно несложенную модель. И, конечно, происходит некоторое переполнение вот этого объема, когда мы пытаемся понять, как же работает нейронная сеть с сотнями миллионов или миллиардами параметров. То есть, да, формально, посмотрев на нейронную сеть, ну, это вот такая большая гигантская формула. Конечно, ее невозможно втиснуть в человеческую голову, да. Но дело в том, что так-то сама работа этой сети понятна в том смысле, что понятно каждое отдельное вычисление, которое производит эта сеть, в каждом своем искусственном нейроне. Вот. И, в принципе, ну, нейросеть похожа на такую гигантскую многоэтажную формулу с миллиардами параметров, да, и подставив в нее необходимые выходные данные и выполнив все вычисления, вы, собственно, получите ответ. И в этом смысле искусственная нейронная сеть, она, конечно, довольно мало отличается от естественных биологических нейронных сетей, потому что, ну, в голову другого человека вы тоже заглянуть не можете. Вот. Именно потому что человеческий мозг – это тоже гигантская такая биомеханическая система. Вот. И здесь, что нам помогает, да, это такой подход, при котором мы используем для создания компактных представлений какие-то общезначимые образы. Вот. То есть, например, мне нужно объяснить другому человеку, который никогда не видел тигра, что такое тигр, да, и я говорю ему, что тигр – это такая большая кошка с черными и желтыми полосками. Я в данном случае пользуюсь тем, что этот человек знает, что такое большая, что такое кошка, что такое желтый, что такое черный, что такое полоска. То есть, я таким образом как бы упаковал свое представление, представил его в виде такого вот описания на естественном языке, которое содержит отсылки к общезначимым образом. На самом деле такое представление знаний, оно, конечно, не является точным, потому что, ну, тот черный, который у вас в голове, или тот черный, который у меня в голове, возможно, это не совсем одинаковое черное, да, или мое представление о кошке в условиях каких-нибудь пограничных случаев будет расходиться с вашим представлением о кошке, ну и так далее. Вот. Но в целом, благодаря тому, что мы являемся все членами общества, мы ведем какую-то совместную социальную деятельность, мы создали наш, естественно, язык, создали, собственно говоря, наборы вот этих самых общезначимых образов, что позволяет нам, пусть и с некоторыми потерями, ну, упаковывать наши знания в такую вот форму, ну и потом, собственно, производить обратную распаковку уже в случае другого человека, который является рецепиентом этих знаний. Вот. Ну и, в принципе, такой подход, он тоже рассматривается в современных технологиях машинного обучения. Вот. Ну, я в шутку говорю, что вообще в случае человека правильно употреблять термин не объяснимая модель, а объясняющаяся модель, да, то есть человек способен генерировать какой-то нарратив по поводу того, как он принимает решения, да, ну, этот нарратив совсем не обязательно связан с тем, как человек в действительности эти решения принимает. В пользу людей существуют, ну, там, определенные механизмы доверия, которые в обществе выстраиваются, да, опять же, основанные на некоторых социальных практиках, привычках и так далее. Привыкли ездить, там, пускай какого-то другого человека за руль, привыкли доверять свою жизнь на самом деле куче других людей, если разобраться, да, то, ну, кто знает, не положил ли производитель конкретного бутерброда, который я себе заказал, что-нибудь туда несъедобное, даже ядовитое, да. На самом деле мы постоянно существуем в таких условиях, когда доверяем свою жизнь другим неинтерпретируемым моделям, скажем так, вот. Но модели машинного обучения здесь обладают, наверное, некоторым даже преимуществом по сравнению с людьми, потому что в случае моделей машинного обучения мы можем подвергнуть их массивному объему тестов, заставить, скажем, того же самого искусственного водителя, тот же автопилот, продемонстрировать нам, какие решения он принимает в миллионе, десятки миллионов случаев, да, для того, чтобы понять, что на нашей стороне находится статистика, да, и что на самом деле вероятность вот этого сбоя гораздо меньше, чем в случае человека-водителя, вот, и так далее, да, то есть на самом деле в большинстве случаев вопрос заключается не столько в необходимости создания моделей объяснимых, а в том, чтобы создать модели, которым бы мы доверяли. Вообще под искусственным интеллектом понимают широкую такую область науки и технологий, которые занимаются автоматизацией решений интеллектуальных задач, вот, то есть если есть какая-то интеллектуальная задача, то есть такая задача, которую человек решает при помощи своего естественного интеллекта, а мы создаем систему, которая автоматизирует решение таких задач, то вот, собственно, мы и занимаемся и ведем деятельность в области искусственного интеллекта. И в решении отдельных интеллектуальных задач мы людей превзойти смогли уже сегодня. То есть компьютеры лучше играют в шахматы, чем люди лучше складывают и умножают числа, лучше играют в го, шашки. Вообще большинство настольных игр и во множество компьютерных игр вообще лучше распознают образы на фотографии и так далее. Но здесь штука в том, что, конечно, если мы говорим о таком системе искусственного интеллекта человеческого уровня, то здесь нужно понимать, что особенность человеческого интеллекта заключается в его универсальности. То есть человек, хотя он и играет в шахматы хуже, чем компьютер или в бой, хуже распознает котиков на картинках, но он способен одновременно выполнять все эти задачи. А вот шахматная программа, она умеет только играть в шахматы. Она не умеет играть ни в покер, ни котиков на картинках распознавать, ни даже не умеет играть в шахматной доске 9 на 9. То есть все, чему она обучена, это играть в классический шахматной доске 8 на 8. И именно благодаря такой очень узкой специализации современные системы искусственного интеллекта в отдельных случаях и смогли превзойти человека. Тут в глобальном плане проблема в том, что человеческий мозг – это чрезвычайно мощная биоэлектрическая вычислительная машина. Ну, можно его рассматривать, скажем, как такую биоэлектрическую машину. Он состоит из 86 миллиардов нейронов, в пике своего развития квадриллион синапсов. Каждый синапс – это сам по себе сложная система таких молекулярных переключателей. И у нас сопоставимых с человеческим мозгом схем интегральных нет, и в ближайшие годы не будет. Поэтому иной раз, когда говорят о том, что машины смогли ту или иную интеллектуальную задачу решить благодаря грубой силе и благодаря скорости вычислений серии, что шахматная программа – она глупая, но очень быстрая. На самом деле все обстоит ровным счетом наоборот, потому что то количество операций, которые каждую секунду выполняет человеческий мозг, недоступно пока что ни одному суперкомпьютеру, который есть в нашем распоряжении. И именно поэтому все современные технологии искусственного интеллекта, они немножко про то, как больших семь шапок из овцы выкрылись. То есть как, обладая сравнительно скромными по сравнению с человеческим мозгом вычислительными ресурсами, тем не менее создать систему, которая, по крайней мере, в отдельных интеллектуальных задачах человека обгонит. Поэтому мы сейчас, наверное, находимся на такой стадии, когда мы создаем не столько аналоги человеческого интеллекта, сколько аналоги таких высокоспециализированных примитивных интеллектов. Но, тем не менее, есть и движение в сторону универсального искусственного интеллекта, и специалисты здесь обычно употребляют термин artificial general intelligence, то есть общий искусственный интеллект. И, собственно, наши фундаментальные модели, которые появились последние пять лет, они являются таким постепенным шагом в сторону универсализации системы искусственного интеллекта. То есть важно понимать, что, например, если вы обучили модель продолжать текст осмысленным образом, то такая модель потенциально может решать вообще любую интеллектуальную задачу. Нужно ее просто переформулировать в виде текста. То есть, скажем, вы берете в качестве затравки текст, в котором написано там стол-тебл, яблоко-тебл, и вот если этот текст продолжить разумным образом, то появится слово Apple, и это значит, что наша модель способна выполнять задачу перевода слова на английский язык с русского. Ну или, например, мы можем описать при помощи естественного языка позицию на шахматной доске и закончить этот текст вопросом лучший ход двоеточия, и вот модель продолжить этот текст и тем самым выберет лучший ход текущей позиции. Ну, то есть, в принципе, любая интеллектуальная задача и условия может быть описана при помощи естественного языка, и любая интеллектуальная задача может быть превращена в задачу продолжения какого-то текста. Может быть, это не совсем очевидно, но это так. Ну, конечно, вот в таком режиме оказывается, что когда мы начинаем модели подобные, там, GPT-3, Lambda и так далее, T5 сравнивать с человеком, то, ну, они, скажем так, в большинстве случаев демонстрируют весьма скромные способности. То есть, некоторые задачи они решают, опять же, лучше человека, да, там, журнальную статью GPT-3 может написать так, что многие люди не отличат от текста, написанного человеком, но когда вы ту же самую модель, там, заставите складывать пятизначные числа, окажется, что не очень-то хорошо она их складывает. Фундаментальные модели, они вот движутся в направлении такого искусственного интеллекта человеческого уровня, но этот путь у них займет еще некоторое количество лет. Ну, и для того, чтобы измерять прогресс в этой области, созданы достаточно хорошие инструменты. В этом году, например, была опубликована работа, которая называется Big Bench, где около 300 авторов из различных групп, занимающихся искусственным интеллектом, предложили свои собственные наборы тестов, вопросы, да, предназначенные для того, чтобы, значит, оценить способность машины решать те или иные или не интеллектуальные задачи на человеческом уровне или лучше, да. И вот если посмотреть на прогресс, значит, моделек в соответствии с этим самым Big Bench, да, с огромным гигантским набором тестов, вот, то, ну, конечно, пока что, значит, скажем так, лучшие модельки типа Palm, они достигли на всем вот этом массиве уровня среднего человека, вот, но разрыв с уровнем лучших людей, он очень большой, и есть отдельные подзадачи, которые эти модели решают пока сильно хуже, чем люди, то есть можно, если вы ставите перед собой там задачу отличить такого рода модель от человека, то специалист, который занимается фундаментальными моделями, легко там несколькими вопросами продемонстрирует, что на самом деле вот та же самая там Palm, Lambda или JT3 в действительности, ну, скажем так, статистические попугаи пока что, да, и с некоторыми задачами справляются гораздо хуже, чем это могут делать люди. Кстати, говоря про тесты, мне кажется, такому массовому зрителю, кто интересуется вообще темой искусственного интеллекта, знакомы два таких самых популярных, это тест Тьюринга и Гвозника. Если не ошибаюсь, тест Тьюринга – это когда у нас представлен один эксперт, и он должен отличить, кто ему отвечает на вопросы человека, где робот, если я точно не ошибаюсь. Ну, тест Тьюринга дошел до нас в нескольких вариантах, да, первый вариант появляется в книге «Могут ли машины мыслить?», второй вариант Тьюринг описывает в интервью BBC, который он дал в 1951 году, да, и разница там, что во втором случае присутствует уже комитет из людей, а не какой-то один человек. Вот, но надо сказать, что тест Тьюринга на самом деле – это, ну, продолжение того фундаментального подхода к проблематике интеллекта, которую Тьюринг вместе с другими учеными разрабатывал еще в 30-е годы, вот. Вот, и тест Тьюринга в действительности, его часто ошибочно понимают, как, ну, вот, способность машины выдать себя за человека просто в каком-то там чатике, да, вот, на самом деле все гораздо сложнее, и тест Тьюринга, он именно вот про то, что машина способна или не способна решать интеллектуальные задачи, да, самые разные, самые разные интеллектуальные задачи можно сформулировать при помощи естественного языка. Если посмотреть на те примеры, которые сам Тьюринг приводит в своих работах, ну, очень хорошо видно, что там речь идет не о том, чтобы просто притвориться, да, человеком, а о том, чтобы решить те или иные интеллектуальные задачки, сформулированные естественным языком. Ну, и на самом деле, по большому счету, ничего радикальным образом лучше, чем тест Тьюринга, да, для оценки, оценки эквивалентности машин, в общем-то, нету и теоретически ничего лучше сделать нельзя. А здесь, скажем так, практически с момента появления теста Тьюринга ученые стали задумываться над какими-то альтернативами, вот, которые могли бы сравнительно дешево и просто провести предварительную оценку, вот. Ну, и в этом смысле Биг Бенч – это вот такой венец творения в этой области. Вообще, по поводу машин много различных мнений, и одно из таких заключается в том, что машина не может быть неверна, при том, что мы видим ее какие-то мелкие проблемы, в какой-то момент она ломается и требует все-таки вмешательства человек со стороны. А вообще, возможно ли, что искусственный интеллект в далеком или даже ближайшем будущем сможет работать без контроля, ну, периодического контроля человека, а вот как мы его запустили, так он и работает безошибочно? Ну, я всегда люблю такие утверждения примерять к людям, да, то есть люди тоже иногда ломаются, как известно, да, и начинают делать какие-то глупости, вот, сходят с ума и так далее. Вот, ну, я бы так сказал, что в отношении машин существуют, ну, оба типа предубеждений, да, то есть как предубеждения в том, что машины не способны решать те или иные задачи, да, не знаю, когда какой-нибудь ценитель искусства видит картинку сгенерированную, там, Дали-2, имейджин или там стейбл дифьюжн, да, он говорит, ну, нет, это не настоящее искусство, это все мазня машинная, да, вот. Вот, а если ему сказать, что это нарисовал художник, да, про ту же самую картинку, его мнение, возможно, будет совсем другим, да. Вот, ну, вот точно так же и в обратную сторону, действительно, некоторые люди уверены в безошибочности тех решений, которые машины предлагают, хотя, ну, на самом деле машины создаются людьми, вот, система машинного обучения обучается на данных, которые подготавливают люди, вот, при подготовке данных существует огромное количество подводных камней, существует огромное количество потенциальных дефектов, которые могут привести к, ну, таким, скажем, систематическим ошибкам моделей, ну, вот, мне, например, нравится пример с исследованием, которое называется Кендер Шейдс, которое в свое время провела Мишель Буламбини из медиалаборатории MIT, вот, когда она в середине десятых годов оценивала коммерчески доступные системы распознавания лиц, вот, ну, и показала, что, на самом деле, такие системы гораздо хуже распознают лица темнокожих людей, чем светлокожих, хуже распознают лица женщин, чем мужчин, вот, и, на самом деле, ну, как бы, что было наиболее ужасным, то, что на тот момент эти системы уже использовались в самых разных сервисах и, ну, по сути дела, порождали такую системную дискриминацию. Здесь, конечно, есть много вопросов, которые требуют ответов, и, в целом, это такое очень важное, такое очень важное направление. Правильно я вас понимаю на примере идентификации лиц, что, господи, ИИ, искусственный интеллект, собственно, его объективность зависит от его учителя? Да, зависит от множества, там, особенностей процедуры обучения, да, из тех данных, которые используются, из тех параметров обучения, которые выбираются и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, если речь идет о решении каких-то нетривиальных интеллектуальных задач, то, да, там существуют потенциальные опасности, связанные с какими дефектами разработки. Вот, ну, в принципе, да, то есть машины тоже ошибаются из-за каких-то ошибок, которые были допущены при их создании, вот, и, в общем-то, это, сама по себе эта тема не нова, задолго, там, до массового распространения, скажем, современных искусственных нейронных сетей, в 80-е годы, например, была душераздирающая история с аппаратом лучевой терапии, Терак-25, который из-за алгоритмического дефекта выдал десятку людей смертельной дозы облучения. А вот, и большая комиссия потом разбиралась, каким образом, значит, умудрились эти ошибки допустить. Вот, ну, вот, человеческое разгильдяйство, помноженное на непрофессионализм, привело к тому, что, ну, да, получилась такая машина убийцы. Зная эту историю, вы бы сейчас доверили себя лечить искусственному интеллекту? Или опасались бы? Ну, а человеку не страшно себя доверить. Ну, тут вопрос же в статистике, да. Ну, тут есть несколько аспектов, да, этой проблемы. То есть, в целом, если на большом наборе тестов машина показывает лучшую точность, чем люди, да, то я бы хотел, чтобы такая машина принимала участие в моем лечении, да. Другое дело, что тут, естественно, встает вопрос ответственности, да, потому что машины не обладают правосубъектностью, да, все-таки машины – это наши инструменты. Поэтому, если говорить о применении, там, системы искусственного интеллекта в медицине, например, да, конечное решение все равно всегда остается за человеком, машина лишь выступает, ну, в роли, там, советчика, да, скажем так. А вот, поэтому, ну, и кажется, этот подход достаточно неплох. Вот. Тогда вопрос интересный у меня возник. А как вы считаете, возможно ли, что в будущем искусственный интеллект сможет создать какой-то свой уникальный продукт? Например, в области медицины придумать лекарство от рака или вылечить СПИД? Возможно ли такое? Ну, а уже сейчас активно генеративные модели искусственного интеллекта используются для создания новых молекул. Вообще журнал Nature каждый год выпускает большие обзоры, посвященные успехам генеративной медицины, генеративной биохимии. Так что, ну, это уже реалии сегодняшнего дня. Вот. Точно так же создаются новые материалы, создаются картины, арт какой-то, музыка. Ну, вот где-то машины уже достигли хорошего, качественного уровня для того, чтобы можно было извлекать удовольствие или практическую пользу из продуктовых труда. Говоря о картинах, собственно, проекты «Дали» и «Имейджа». Вот вы их упомянули, рассказывая о том, что один человек, если ему скажут, что картина нарисована роботом, скажут, что это полный бред, это не искусство. А если ему скажут, что это творение человека, то он согласится даже купит ее. Вы бы купили картину, которую создал робот? Ну да, почему нет? Некоторые из них прекрасны. Я, в общем, подумывал над тем, чтобы что-нибудь у себя повесить. У меня, кстати, куча футболок с разного рода картинками, нагенеренными нашими нерастями. Я обычно на день рождения, вот с прошлого года, я начал ребят просить меня дарить. И у меня дома изрядное количество футболок, собственно, на которых разные арты сгенерированы неронками. Ну вот, музыку тоже самое. Мне ребята подарили, моя команда на прошлый день рождения, как раз композицию, которая была создана нейросетью, которая учитывала мои музыкальные предпочтения. Ну и надо сказать, что получилась очень неплохая композиция, и я ее до сих пор иногда слушаю. А так, ну, мы, конечно, живем в эпоху расцвета генеративного искусства, и Дали стала такой моделькой, которая здесь привлекла общественное внимание к успехам генеративных систем. В принципе, еще до Дали были нейросети, которые могли генерировать фотореалистичные художественные изображения в каких-то отдельных доменах, то есть, например, генерировать человеческие лица или котиков, или что-то еще, есть даже целый сайт, который называется ThisXDoesNotExists, и там есть около нескольких десятков моделей, каждая из которых генерирует что-то в рамках своего узкого домена. Если говорить о том, как эти модели работают, но вкратце, если посмотреть там на Дали, то эта моделька очень похожа на GPT-3, по сути дела ее трансформерная часть, она точно такая же, как и GPT-3, соответствующего размера. Ну, а основная ее изюминка – это модель-кодировщик, которая позволяет картинку представить в виде набора таких токенов и включить эти токены потом можно в общий словарь, туда же, куда и текстовые токены включаются. То есть, по сути дела, у вас есть такая модель-переводчик, которая вашу картинку позволяет разложить на сетку 32, на 32 вот этих вот токенов, и, соответственно, это позволяет обучить затем генеративный трансформер на таких вот бемодальных данных, то есть, которые включают в себя и текст, и элементы картинки. А дальше, ну, в принципе, Дали работает точно так же, как и GPT-3, то есть, оно на самом деле продолжает затравку введенную вами, то есть, те последовательности, на которых обучаются Дали, половину их составляет текстовое описание текстовое токенов, вторую половину токенов картинок. Соответственно, вы в качестве затравки подаете начало последовательности, которая включает все текстовые токены, ну, а дальше модель генерирует картиночные токены, которые являются продолжением этой строки. Ну, и в силу вот этой особенности, Дали можно вполне использовать для дорисовки картинок, то есть, вы в качестве затравки можете подать не только текстовые токены, но и токены, первые токены картинки, да, которые ее верхнюю часть описывают, да, то есть, таким образом можно немножко еще управлять генерацией, не только не текстовую затравку, но и вот затравку картинки, да, да. Возвращаясь к вопросу о том, можно ли считать то, что производится картина или видео искусством, ваше мнение, каково это творение можно назвать искусством, или же все-таки, или нет, как вы все-таки считаете, к какому кластеру людей вы относитесь? Ну, скорее, да, я считаю, что это можно считать искусством, тут просто вопрос, опять же, в том, а вот какие критерии люди употребляют для того, чтобы говорить о том, что вот здесь искусство, а здесь не искусство, да, вот давайте посмотрим там на ожесточенную полемику там в эпоху модерна, да, когда огромное количество людей не было готово мириться с тем, что, не знаю, там появились художники вроде Малевича, Кондинского, да, в свое время, когда появились цифровые инструменты первые, которые стали использовать художники, это же тоже вызвало огромную полемику, да, что, а если вы рисуете там при помощи планшета и графического редактора и светового пера, а настоящее это искусство или нет, да, или настоящее искусство, это только когда вы там используете масляную краску и темпы, да. Машины – это наши инструменты, которые художник применяет по своему, так сказать, усмотрению, и при правильном применении, скажем так, эти машины могут расширить творческий диапазон, дать людям возможность создавать более интересные, разнообразные произведения искусства. Здесь, конечно, если мы посмотрим, допустим, на вот этот генеративный арт последнего года, полутора, ну, вот люди же сидят, занимаются этим промп-инжинирингом, да, значит, выдумывают разные текстовые запросы, пересматривают кучу там вариантов генерации, из них отбирают наиболее удачные, потом иногда их там допиливают еще там при помощи какого-нибудь там импейнтинга, какие кусочки вырезают, заставляют модельку перегенерировать, ну, и так далее, и так далее. То есть зачастую вот в создание такого рода арта в него вкладывается довольно много человеческих усилий и человеческого творческого начала, да, то есть, ну, как минимум, там, отбирая варианты генерации, человек уже вкладывает себя, да, в произведение искусства. Мы говорили, что искусственный интеллект сейчас используется для того, чтобы написать картину, создать музыку, фильм, и также уже используется в судебной системе, в медицине. А как вы думаете, может ли стать искусственный интеллект подходящим правительством для человечества, таким объективным? Здесь проблема в чем? У нас есть довольно много всяких разных технологий в области искусственного интеллекта, которые так или иначе могут использоваться в задачах управления государством, обществом и так далее. Вот. Ну, и надо сказать, что такого рода технологии, они не являются чем-то фантастически новым, потому что, ну, скажем, тот же самый интернет позволяет сегодня, например, собирать мнения людей по самым разным вопросам, да, обобщать их, чтобы их обобщить, посчитать. Вполне достаточно алгоритмов, которые были изобретены еще в 20 веке. Вот. И, в общем-то, чисто технически ничто нам не мешает использовать технологии машинного обучения, искусственного интеллекта в задачах, связанных с государственным управлением, с принятием судебных решений и так далее, всяких разных решений, которые, в принципе, относятся к деятельности нашего общества, к общественным проблемам. Вот. Но здесь, боюсь, проблема заключается в том, что применение или не применение этих технологий, оно зависит не столько от зрелости самих технологий, технологии для решения еще многих задач уже достигли необходимой зрелости. Вот. А зависит, скорее, от политической воли элит. Вот. И, ну, простой пример, в принципе, чисто технически ничто не мешает нам сегодня по любому важному вопросу проводить всеобщее голосование, референдумы, чуть ли не ежедневно, а, может быть, и чаще, чем ежедневно, в режиме нон-стопа собирать мнения граждан по каким-то важным вопросам. Вот. Технически это все возможно. Вот. Опять же, можно представить себе там систему, которая будет рассчитывать объем бюджетов, да, по разным направлениям, исходя из пожеланий граждан, ну, и так далее, и так далее. Это все, как говорится, не беном Ньютона. Вот. Но, в общем-то, такого рода технологии не спешат внедрять. В принципе, технически, пожалуйста, вот, а вот будет ли это внедрено, тут это зависит не от специалистов в области искусственного интеллекта. Вот. Ну, примеров технологий, которые могут помочь нам в задачах управления государством, ну, это и различные оптимизационные алгоритмы, то есть, в принципе, мы можем масштабные экономические расчеты выполнять в рамках всей экономики. Мы можем сейчас, используя глобальные сети, собирать множество информации, да, мы можем такие плановые задачи решать, да, мы можем автоматизировать изрядную долю всяких разных правовых вопросов. Ну, и, в принципе, система права, которой пользуется человечество, на самом деле, есть не что иное, как некоторый набор алгоритмов, которые, в общем-то, и так предназначены для того, чтобы исключить людей из принятия некоторых решений, чтобы устранить субъективность, чтобы вести какой-то общий, единый подход к решению однотипных проблем. вот, и что, значит, древний кодекс, кодекс Хамурапи, не знаю, русская правда, все это были такие первые попытки алгоритмизации задач общественного управления, задач судебного производства. Ну, и, в общем-то, сегодня мы пользуемся активно этим сводом правил, алгоритмов, решая задачи по общественному управлению. Технологий тут разработано много, улучшить качество принятия решений можно, я думаю, при помощи такого рода систем. Но, опять же, здесь вопрос скорее к обществу, к общественным институтам. Найдется ли политическая воля внедряться на такого рода инструмента? Да, понимаю вас. И, собственно, говоря о теме искусственного интеллекта. Опять же, повторюсь, тот же вопрос, что и был в прошлый раз. Массовая культура предоставляет нам много различных сюжетов того, как роботы могут выйти из-под контроля и вообще, как мир может вернуться в хаос. Вот. Какие страшные сценарии, которые представили нам за эти годы, тот же сериал «Черное зеркало» или «Терминатор» или другие фантастические фильмы, книги? Что из этого вообще реально? Какие сюжеты воплотимы? И стоит ли человечеству сейчас бояться искусственного интеллекта? Вообще, скажем так, проблема рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта и более широко проблема технологических рисков, это такая очень важная, сложная проблема, которая имеет множество аспектов. И, ну, чтобы ее так обсудить более-менее обстоятельно, нужно, наверное, серию лекций прочитать. Вот. Поэтому я тут, конечно, не буду пытаться объять необъятные, а скажу только несколько соображений на эту тему. Вот. Ну, во-первых, очень часто те популярные сценарии, катастрофические, связанные с развитием технологии искусственного интеллекта, которые нам обычно показываются в голливудовских фильмах, они скорее маловероятны, и они оказываются в голливудовских фильмах не потому, что они на самом деле вероятны, а потому, что они зрелищны, да? Ну, то есть, такое прекрасное зрелище, система искусственного интеллекта устраивает ядерную войну. Вот. Ну, такой сценарий маловероятен так же, как и, вероятно, не слишком реалистичен сценарий интеллектуального взрыва так называемого, когда, значит, системы искусственного интеллекта начинают развиваться самостоятельно, да, становится все умнее и умнее, приходит, значит, в состояние, когда они там интеллектуально превосходят людей так же, как, не знаю, мы превосходим муравьев, и после чего их там ценности расходятся, цели и ценности расходятся с нашими целями и ценностями, и это все приводит к глобальным потоку. Ну, это все выглядит забавно, но первая проблема такого рода сценариев заключается в том, что, а можно ли в действительности создать, ну, вот такую интеллектуальную систему, которая уж настолько сильно будет превосходить человека, коллективный ум, вот, и здесь мы натыкаемся на целый ряд ограничений физического характера, которые, ну, по крайней мере, заставляют нас сомневаться в развитии такого сценария. Дело в том, что, ну, если говорить о фундаментальных физических ограничениях, скажем, нельзя передавать информацию быстрее, чем со скоростью света, а элементы машины нельзя сделать меньше, чем планковского масштаба из-за проблемы квантовой неопределенности. Вот. Что это значит? Это значит, что некоторая машина массы M, вне зависимости от ее устройства, внутреннего не может осуществлять больше, чем некоторое количество операций в секунду. Вот. Ну, это называется лимит Бремермана, ну, в том виде, в котором он был сформулирован изначально, еще в середине 20-го века, но сейчас он там переформулирован с учетом квантовых процессов, на некоторую единицу энергии ограничено количество вычислений, которые можно произвести. Вот. Но проблема здесь в том, что есть еще более жесткие ограничения, ограничения термодинамического характера, принцип Ландауэра так называемый. Мы, теряя один бит информации в системе, неизбежно выделяем некоторое количество теплоты, и если мы не хотим, чтобы наша машина испарилась, то мы тоже будем вынуждены ограничить скорость вычислений. Вот. На самом деле, человеческий мозг не так уж далек от лимита Ландауэра. Это довольно классная, оптимальная машина, продукт эволюции в течение многих миллионов лет. И, конечно, эволюция предъявляла человеческому мозгу ряд всяких разных побочных требований, помимо, значит, такой вычислительной эффективности. Ну, например, мы не хотим, чтобы наша память сбросилась там от удара по лицу, да, и в целом, ну, как бы, такие некоторые повышенные требования по физической устойчивости предъявлялись к мозгу, да, в ходе эволюции. Вот. Но в целом, в целом мозг довольно хорош, да, у нас пока что нет электроники сопоставимы с человеческим мозгом по своим возможностям. Вот. Мозг потребляет всего 20 ватт энергии, производит огромное количество операций, вот, в секунду. И, конечно, рано или поздно мы, наверное, сможем создавать машину, которая будет в совершении человеческого мозга по этому параметру, но, возможно, не так уж сильно, не так уж велик будет этот разрыв, как может показаться. Вот. Ну и, ну, окей, хорошо. Допустим, нельзя создать машину, которая будет больше, чем в 10 раз быстрее, чем человеческий мозг. Ну, окей, может быть, в 10 раз быстрее, так в 10 раз умнее будет, да, но на самом деле нет, потому что на большую часть интеллектуальных задач она относится, ну, и многие интеллектуальные задачи, особенно в многоагентных средах, они относятся к категории сложности эксп-тайм-компликт, так называемые, то есть, грубо говоря, для того, чтобы на единицу поумнеть, нужно в несколько раз ускориться, да, то есть ускорив вычисления даже в разы, мы, на самом деле, интеллекта прибавим не так уж много. Вот. Поэтому не исключено, что вот близки к оптимуму интеллектуальные системы в нашей физической вселенной, они будут не так уж сильно умнее человека. Вот. Поэтому и сценарий такого вот интеллектуального взрыва, он на самом деле наткнется на вполне такие фундаментальные ограничения, которые преодолеть просто не удастся. Вот. Но здесь проблема даже не в этом, проблема в том, что если мы посмотрим вообще вот на сценарий техногенной катастрофы, я не знаю, там, ядерной войны или, там, применение любой другой разрушительной технологии, которая сейчас есть в распоряжении людей против, там, человечества, биосферы и так далее, то это внезапно оказывается, что искусственный интеллект здесь не является совершенно каким-то обязательным элементом этого катастрофического сценария, да. Ну, то есть, точно так же, как мы себе воображаем такой сценарий, при котором там некая система искусственного интеллекта нажимает на красную кнопку, да, мы точно так же можем представить себе сценарий, в котором, не знаю, обезьяна, которая дала в руки красную кнопку, нажимает ее, да, и тоже устраивает ядерный армагибон. Вот. И, ну, тут внезапно оказывается, что можно здесь заменить искусственный интеллект на обезьяну, на свихнувшегося генерала, да, на кого угодно, вот. Ну, а если обезьяна может устроить ядерный апокалипсис, то, может быть, уже сейчас стоит задуматься о том, чтобы запретить обезьян, вот. Ну, то есть, к сожалению, очень часто такие и алармисты, они вот рассуждают именно так, да, то есть, и проблема технологического апокалипсиса, технологической катастрофы глобальной, она, скажем так, гораздо более масштабнее, чем проблема рисков, связанных с ИИ. Апокалипсис дешевеет. В 19 веке, если бы мы хотели уничтожить всю нашу цивилизацию, всю биосферу, у нас просто не было бы для этого инструментов. Чтобы сделать то же самое в середине 20 века, ну, должны были свихнуться в большом количестве люди в развитых странах, да, для того, чтобы такой катастрофический сценарий воплотился. А вот сейчас, по мере прогресса технологий, вот осуществление глобальной катастрофы, оно становится все более и более низкозатратным явлением, да, то есть, можно бы уже представить себе какой-нибудь сценарий, когда там какие-нибудь, не знаю, свихнувшиеся политики заставляют ученых создать вирус, который убивает людей с определенным цветом кожи, да, но сегодня это далеко за пределами там имеющихся у нас биотехнологий, но, в принципе, почему бы и нет при некотором уровне их развития. Вот, и, ну, здесь уже не исключено, что для воплощения такого сценария это лишь небольшое количество негодяев, вот, просто оснащенных очень продвинутыми технологиями. Вот, и здесь встает такой вопрос, мы вот рассматриваем только один вариант рисков, вот, когда вот мы контроль за могущественными технологиями отдаем в руки, ну, некой там искусственной интеллектуальной системы, а почему мы не рассматриваем риски, связанные с тем, что контроль за этими технологиями остается в руках людей, вот, потому что люди, вообще-то говоря, ну, в плане там качества принимаемых нами решений, да, в плане нашего интеллекта мы не так сильно продвинулись за тот же период, за который наши технологии проделали путь от САХИ до атомной бомбы. Вот, и тут под большим вопросом вообще способность человечеству грамотно распорядиться этими развивающимися технологиями, и в этом смысле технологии искусственного интеллекта могут стать, ну, скорее нашей спасительной палочкой-выручалочкой, которая может быть использована для снижения этих рисков, да, для управления ими. Вот, и возможно, ну, как бы в таком ключе попытка ограничить каким-то образом развитие технологии искусственного интеллекта, которые потенциально могут помочь нам поднять, там, качества принимаемых в обществе решений, да, на самом деле это будет, как раз и будет прямой путь катастрофе, да, потому что мы сами себе, как виду, запретим быть умнее, да, но будем все более и более разрушительные технологии получать в свои руки, да, ну, то есть останемся той самой обезьяной с красной кнопкой в руках. Здесь еще, наверное, нужно несколько слов сказать о таких реальных, ассоциированных с развитием технологии искусственного интеллекта рисках, которые с нами, что называется, каждый день. Вообще, наше общество, в него технологии искусственного интеллекта приходят постоянно, и их использование расширяется, люди просто не задумываются над этим, да, я не знаю, сегодня каждый раз, когда вы делаете фотографию при помощи камеры своего смартфона, данные с фотодатчиков проходят через нейронную сеть, которая обрабатывает эту картинку, да, то есть на самом деле в вашем телефоне живет несколько там нерестей, которые выполняют разные прикладные задачи, вот. Ну и сейчас во множестве таких социальных практик уже встроены различные алгоритмы, различные модели машинного обучения, порой достаточно сложные, ну, скажем, когда вы подаете заявку на кредит в банк, то значительной частью процесса принятия решений является какая-то модель машинного обучения, которая анализирует различную информацию, которая у банка есть в отношении вас и рекомендует выдать вам кредит или не выдать, да. Ну или, скажем, когда вы устраиваетесь на какую-то массовую, массовую вакансию, да, не знаю, полцентр оператором или еще куда-то, то ваше резюме тоже проходит через такую модель машинного обучения, которая тоже советует брать, не брать вас. И вот таким образом уже сегодня модели машинного обучения, по сути дела, им поручено принятие решений, которые по степени влияния на вашу жизнь сопоставимы с вердиктом суда. Вот. Но в целом, если мы говорим о судах, то в судах у вас есть, ну, некоторый набор прав. У вас есть право на состязательный судебный процесс, у вас есть право получить, например, доступ ко всем собранным против вас доказательством, у вас есть право на квалифицированную юридическую помощь и так далее. Вот. Ничего такого в ситуации, там, выдачи кредита или ситуации обращения по вакансии, ничего подобного нет. Вот. И здесь, естественно, нас подстерегают всякие разные потенциальные проблемы. Модели могут содержать дефекты, могут быть обучены на смещенных данных, могут быть обучены на учениях экспертов, ну, на решениях экспертов, которые обладали какими-то предрассудками, например, там, расовыми, гендерными и так далее. Соответственно, модель, обученная на решениях таких экспертов, будет добросовестно воспроизводить эти самые предрассудки принятия решения. Вот. И если в случае отдельного человека, принимающего решения, проблема все-таки носит локальный характер, вот, то в ситуации, когда такого рода модели начинают тиражироваться, ну, внезапно оказывается, что это может приводить к тиражированию предрассудков, тиражированию несправедливости в отношении целых больших групп людей. И такого рода проблем много, и, безусловно, ими нужно заниматься, и специалисты в области машинного обучения довольно много внимания уделяют такого рода проблемам. Это проблемы алгоритмической предвзятости, проблемы токсических циклов и так далее. На эту тему есть целый ряд интересных работ, книг, где анализируются эти проблемы. Ну, вот, эти проблемы, они гораздо более реальные, приземленные, они не такие зрелищные, как сценарии с «Терминатором». Вот, поэтому, может быть, ну, как бы у нас не очень любят про них говорить, но на самом деле это то, что вот рядом с нами, то, чем, возможно, стоит заниматься и на что стоит обращать внимание. Вот, кстати, недавняя прекрасная история, когда, значит, сотрудники почтовой службы Великобритании наконец-то добились, значит, судебного вердикта в их пользу, что на протяжении там десятилетия им начислялись несуществующие недостатки, значит, из-за дефектов программного обеспечения, да, то есть якобы были недостачи, значит, и это все привело к очень тяжелым последствиям, то есть куча людей была уволена, кто-то попал в тюрьму и у кого-то распался брак и вроде как даже было одно самоубийство. Вот. Почему? Потому что был дефект в программном комплексе, а компания хотела признавать наличие этого дефекта, и вот в конце концов, наконец-то, независимых экспертов допустили к анализу программного обеспечения, действительно были выявлены дефекты, из-за которых по ошибкам начислялись эти недостачи. Вот. Ну, то есть в целом, как бы у нас, как всегда, общественное мнение шатает из края в край, вот ситуация с чрезмерным доверием к интеллектуальным системам, вот, при этом люди забывают, что эти интеллектуальные системы тоже создаются людьми, вот, и процессы там обучения могут включать кучу всяких дефектов, данные могут быть косячными и так далее, вот. Ну и как бы другим полюсом является, наоборот, чрезмерное недоверие, там, страхи и так далее, и так далее, ну, то есть здесь нужен просто какой-то достаточно разумный подход, вот. Ну и в целом, если говорить вообще глобально о проблеме рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта, то здесь, наверное, хотелось бы сказать, что вот эта эпоха такого удивительного технологического могущества, в которое мы сегодня вступили, в том числе благодаря новой революции, революции глубокого обучения, она на самом деле удивительным образом предъявляет повышенные требования именно к человеческим качествам и именно к человечности нас с вами. Любая технология практически это такой обоюдоострый меч, при помощи молотка можно строить дома, забивать гвозди, да, можно разбивать головы таких людей, которые вам не нравятся, да, и вот от того, каким образом мы применим тот вот этот мощный молоток в виде технологии машинного обучения, вот, это все зависит от нас с вами. А что думаете вы? Уничтожит нас искусственный интеллект или мы справимся сами? Пишите в комментариях.